Зима Зима в этом году пыталась очень морозной. И как-то резко то потеплеет, то опять сильные морозы. На следующей неделе опять нам обещают, что будет минус 15, и опускаться температура будет еще ниже. Вот такая вот зима снежная, с ветрами, с колючими. Надо ехать в Тарту. И муж идет на автобусную остановку, чтобы поехать в клинику. Он должен через каждые три месяца куда ездить, сдавать кровь, ну и какие-то процедуры проходить. И вот немножечко показывает дорогу. Это муж снимал видео. Дорогу до автобусной станции. Красиво, конечно. На фоне снежной зимы красные фонарики, клюклинки. И очень красиво смотрится церковь. Величаво, строго и очень нарядно. Деревья в Вене стоят, холодно. И вот такое вот здание Кауба Майя, торгового центра. Ну вот муж решил подойти к памятнику Алексию Второму, который был открыт в дворе Ихвинской православной церкви. И служил Алексий Второй в городе с 1950 по 1957 год. Алексий Второй, миру Алексий Редигер, родился в 1929 году в Таллине. И умер в Москве в 2008 году. С 1990 по 2008 год он был патриархом московским и всей Руси. В 1950-е служил приходским клириком в Ихве. Годовщина 125-летия освящения храма, боговеления Господню в Ихве. На его территории идут работы по благоустройству. Ну вот муж уже едет в автобусе до города Тарту. Мелькает лес, заснеженные деревья. Красиво, приятно. Автобус удобный, скорый. Через два часа уже он приедет в Тарту. Мелькает лесу. Мелькает лесу. Мелькает лесу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, уже автобус приехал. Сейчас такси и на такси до клиники. Это все очень быстро, недолго. И в 5 часов вечером муж уже был дома. Ну, практически целый день проездил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что там папа делает? Что? Ой! Тебе надо внимание, да? А кто там в телефоне? А Патрюша внимание хочет. Вон как он и желает внимания. Да. Патрюшка. 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 Спинку надо погладить, помастировать. Да, помастировать надо малышу. Ой! Вы как он хочет, чтобы его погладили. Как ребенок. А может, даже еще и больше внимания хочет. Патрюшка. Он же себя развлечь не умеет. Соскучился. Да, соскучился. Вчера целый день со мной сидел. Так что ты не жалуйся. Патрюш. Мы вдвоем были с тобой. Не один ты сидел. Издевалась, наверное, над собачкой. Да, Патрюш? Издевалась она над тобой. Конечно. Мучила, наверное. Целый день не кушала и целый день спала. Пытки устраивала, да, Патрюш? С пристрастием. С пристрастием пытки устраивала любимке. Да, вот. А на улице сколько на улице? Передали утром 28 минус. Это в Ихве. Это в Ихве. Но какая разница тут рядом? А у нас 22. Ну, а 22 совсем чуть-чуть. У нас тепло, да. При том, что он минус 7 не хотел гулять, ему холодно было. Сейчас поеду за едой Патрику в Ихве. А что, это прям бегом надо в такой мороз? Как раз в мороз и народу нету никого. Как раз хорошо. Да. Патрюша, тебе не стыдно тебя уговаривают кушать? Кушай давай, Патрюша. Ну-ка давай кушай. Давай, давай, кушай. Давай. Патрик, кушай. Давай, давай, давай. Иди кушай. Как собачки так вот едят. Патрюша, ну-ка беги кушай скорее. Иди кушай, иди кушай. Иди кушай, иди кушай, иди кушай. Чего ты боишься? Иди кушай. Давай, иди. Ну-ка иди, иди. Тогда, Патрик. Кто там на папу рычал? Да, кто? Вот ты. Давай, кушай. Ты рычал. Давай, кушай. Ну-ка. Давай, давай, давай. Или с рук опять тебя кормить, да? Никаких рук. Ну-ка кушай сам. Не буду я тебя кормить, с рук. Давай, кушай. Патрик, ты умный мальчик у нас? Патрюша. Ну-ка кушай скорее. Что за танцы-то устроил у вас вокруг миски? Кушай, иди. Иди быстрее кушай. Сейчас забираю миску. Забираю миску сейчас. Че ты рычишь-то? Кто рычит? Кто на папу рычит? Заберу сейчас миску. Патрюшка. Вот стыдоба. Стыдоба. Такой большой мальчик. Надо ложку ему дать. И вилку. Да. И ложку, и вилку, чтобы он кушал. Ну, что это такое? Это ужас какой-то. Ну, с рук докармливать. Это он первый раз кушает только, да? Да. А сколько сейчас? Три или сколько там? Три. Три часа дня. Первый раз кушает. Патрюша гуляет. Снег идет на улице. А у меня гиацинт расцвел. Вот, живем вдвоем. Позавчера только муж ходил в магазин. Или два дня тому назад. Вот. Вот опять продукты. Тут больше фрукты. Так. Какая сумма? Двенадцать восемьдесят четыре. Двенадцать восемьдесят четыре. А вчера ездил по трюшке нашему собачке за едой. Двадцать пять процентов скидка на восемьдесят пять евро купил. А так бы сто было. Вот такие траты пенсионерские. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ну, или дизлайки. Кому что нравится. Пишите комментарии. Будет интересно почитать их. Всего самого хорошего. Солнечного дня вам. Мира дома. Здоровья. Любви. И всего самого лучшего. Ну, и всем пока.